здравствуйте дорогие друзья вновь в эфире передачи просто о вере я ведущий священник сергий рыбаков и мы продолжаем большой полновесный и глубокий надеюсь разговор об отцовстве родительстве мужественности мужчинах и сегодня у нас такой аспект в нашем поле внимания это отец как учитель говорим как и прежде с двумя отцами священниками с отцом николаем зениным и отцом тихоном с ханом здравствуйте отцы мне нравится отец он всегда как-то загадочно валих да ну мы и вновь поясним для наших зрителей что у нас несколько иной формат мы это разговор на ты разговор трех отцов когда и гости могут если хотят задать вопрос ведущему если это вдруг возникает можно было да да че нельзя перебрасывать вопросы обратно сам на это отвечает а вот мы уже поговорили о боге как отце мы поговорили об отцовстве просто как феномене мы поговорили об отце как педагоги давайте поговорим но понятно что все эти темы так или иначе в очередной раз будет там где-то переплетаться пересекаться отец как учитель в прошлый раз отец тихон обозначил что он учит своего сына арифметики чтению и это один из самых трудных учеников да но не я на самом деле а не ты да мы занимаемся но через зум поэтому ему шесть лет ему надо помогать так вот хотя постепенно бразды правления компьютером он берет свои руки и там уже знает что сделать и учится главное слышать и немножко с задержками так прислушиваться и как бы реагирует что нужно сделать в онлайне кажется тяжелее детям ориентироваться ну хорошо есть домашку я с ними делаю каждый день каждый каждый день да вообще класс сейчас женская половина восхитилась это место подорву на дещи сначала это было одище просто очень просто от теперь прям нормально а почему одище потому что что-то не шло так как вроде должно идти и и что-то ну не знаю но это что-то не получалось что-то у него там не получалось что-то у меня не получалось и как-то времени находилось то мы уставшие были никак мы друг друга не подходили то я уставший то он уже уставший это на а нам нужно было вместе сесть и в общем не получалось сначала это нервно это все было нервно у него не получается да ну не охота теперь так вот а потом как-то мы в режим вошли постепенный интерес возрос и сейчас мы вот так просто спокойно садимся каждый день это тяжело но это там в течение часа каждый день отцы чему вы учите своих детей хотите научить вот без какого навыка дети как вам кажется не выживут у нас мы же опять же и в том числе мы вводим их в тот мир который в принципе ну чаще всего в большинстве случаев агрессивная среда им там надо выживать вот ну и мы выживаем периодически нет-нет да не жизнью занимаемся выживанием чему вы хотите научить детей я вот прям сейчас точно это понимаю потому что это много где проявляется и вот мне бы хотелось чтобы он научился ну стараться и терпеть вот как в спорте допустим делаешь какое-то упражнение да и уже и уже тяжело делать но надо немножко потерпеть и и ну так значит немножко это а как ты этому учишь ну по-разному ну например если в плане арифметики если в плане арифметики да то это же тоже нужно потерпеть потому что и сегодня хочется а завтра не хочется а есть определенный режим ну каждый день на ну как ты это объясняешь ну не знаю показываешь что это опять же возвращаясь к первому я ему объясняю например что если ты сейчас будешь вот этим делом заниматься и потом в девять вечера в девять вечера как ты думаешь ты соберешься сделал домашнюю работу ты будешь не готов твоя душа ну я простым языком говоришь твоя душа не будет готова ты захочешь спать там ты захочешь прям апеллируешь такими понятиями абстрактами он знает что такое душа прям знает ну как где-то отец николай ты знаешь что такое душа не но он там не философии ну просто ну уровень абстрактного мышления же все равно не не слишком развит еще кто не знаю но это работает и работает и он прям понимает душа но он кивает я не знаю что он там думает вот и там допустим один раз он пробует я говорю смотри сегодня ты не готов это делать и это откладывается на завтра завтра у тебя двойной объем вот завтра я тебе помогу с этим объемом справиться но сегодня вишь вот так получилось и мы эту ситуацию начинаем изучать я короче расслабился когда вот у нас было там нервно тут мы не успеваем тут не получается я расслабился я понял что мы вместе должны изучать просто вот как исследователи подходить к его характеру в его обучении как исследователи подходить к тому что у него получается или не получается как следователи подходить к нашим с ним взаимоотношениям во время. То есть арифметика в данном случае становится фоном. Побочная, да, вообще штука. И вот он, например, что-то делает, он говорит, пап, ты меня отвлекаешь. Я окей. То есть он меня отстраняет, он понимает, что я его отвлекаю. Я ему мешаю, он говорит, ты мне мешаешь, и я ухожу. И там, допустим, он делает 10 минут сам, и там потом кричит, пап, иди сюда, прочитай мне что-то. Он, ну, какие-то слова. Нет, он не очень хорошо читает. Или там список, да, задания. Вот. Я ему раз вот эти прочитал, все, я. И до свидания. Вот. На мне функция напоминания ему. Я говорю, вот мы сейчас скоро будем делать задания. Вот. Мы делаем. То есть это какие-то, мы находим способы. Ну, то есть все-таки, возвращаясь к моему вопросу, отец Николай, я тоже, это сейчас будет ждать ответ. Все-таки, если отец Тихон задумывается о том, чему ему, чему он хочет научить ребенка. В первую очередь, если это кратко, несколькими словами. Ну, работать. Работай. Устал? Еще поработай. Ну, то есть вот. Работа в плане вот такое, спортивное. Шурши и не откидывайся. Да. То есть, допустим, почему мне еще арифметик нравится? Он, допустим, там показывается на экране цифры, и он там, они быстро показываются, он где-то ошибается. И первый раз он ошибался и говорил, все, я не буду больше. Ну, как? Ну, и что, что ошибся? Ну, то есть для него было странно осознать, что ошибка – это нормально. Ну, то есть да, ну и что? Ну, и дальше работай. Не сиди на ошибках. Дальше, дальше, дальше. Поехали, поехали. Вот. И он сейчас ошибки там, ошибся там и дальше работает. Ну, и там это то, что заставляет его концентрироваться. То есть для меня важно, чтобы в трудностях он не сдавался, а наоборот как-то это ну, раз и дальше, дальше куда-то проникал. Вон. Отец Николай. Да. Да. Я согласен. Мне нравится. Таким бы, это, прицепным вагоном. Я согласен. Чему хочешь научить детей своих? Вот что, на твой взгляд, главное, оно, может быть, даже ты это, знаешь, как это делаешь неосознанно. Ну, просто в твоем, в твоей голове, например, есть какая-то концепция этого мира. И ты понимаешь, что вот без этого, например, ни ты, ни твои дети не выживут, и ты это, может быть, делаешь даже негласно, но ты все равно учишь. Потому что вот отец Тихон, он все равно не проговаривает темы, но, например, тема столкновения со своими собственными ошибками, и как правильно на них реагировать, он ему этому учит. Просто отец Тихон это не поставил, может быть, как некую цельную задачу. Вот. А вот у тебя как процесс учительства? У меня такая кармическая цепь меня преследует. Я достаточно... Я помню, были уроки в школе УБЖ, у нас такой хороший был преподаватель, Фелик Соломонович, его звали. Вот. Он нам преподавал УБЖ. И там... И что-то еще преподавал, может, это не по УБЖ было, но там была тема расписания, распорядка дня, вот такое. Планирование. Дисциплины, дисциплины. И у меня, почему-то мне все время против этого такой был протест против дисциплины. Мне казалось, это чем-то ненужным, что-нибудь. И вот он такие пророческие слова озрех, что, типа, ты вырастишь, ты попомнишь мое слово, что это очень важно. И сейчас, когда у меня четверо сыновей, тоже... И тоже так... Почему-то мне это сложно, вот эта тема, прям не знаю почему. И вот, когда старшему уже 11, у меня всплывает понимание такое, выкристаллизовывается, насколько это важно, чтобы все вовремя легли спать, вовремя проснулись, там что-то... А у них получается? Ну, и у них не очень получается. Но вот сейчас мы как-то входим в такой баланс, когда понимание есть, что это всем нужно. Это нужно, чтобы мама выспалась, нужно... Пока вот отец Тихон говорил, я вдруг себя поймал на мысли, но все же, вот мы еще как два, как три сына сидим тут, вот, с отсутствующим отцом, с отцом, которым были шероховатые отношения, с отцом, которым случились отношения, и самое главное, что они закончились именно... Ну, они не закончились, они продолжаются, но здесь, в пространстве земного существования, они как бы вот закончились на том, что хочется иногда с ним о чем-то говорить. И я вдруг вижу, что это концепция какого-то реализованного удачного отцовства, потому что недавно я прочитал, значит, две вещи. Во-первых, как происходили и происходит до сих пор в архаических племенах, каких-нибудь там дремучих, у индейцев, у... африканских племен, как происходит инициация мальчика в мужчину. То есть, главная штука воспитания девочки, при воспитании девочки, но мы об этом еще будем говорить в следующий раз, наш финальный, как бы, тема, отец-психолог, я думаю, беседа будет. Тут очень важно различить, чем психология девочек от мальчиков отличается, но тут сейчас просто покасательный. Значит, вот когда девочку воспитывает мать, главная, как бы, как раз здесь цель, чтобы связи не разрывались, потому что она считывает самые важные паттерны и какие-то просто навыки поведения, глядя на мать. Она должна сидеть рядом у ног матери и она должна смотреть как. А с сыном как раз наоборот, то есть, он должен выйти из уютного, стабильного, комфортного маминого рая, ну, чтобы не превратиться в маминкиного сынка и должен от нее, условно говоря, отделиться, оторваться. И, значит, у этих племен принято было так. Это Мерчеляда описывает в своих там культурологических изысканиях. И Клод Левистрос тоже об этом пишет, что, значит, старейшины племени надевают на себя маски местных богов, местночтимых, вот, ночью, когда этого не ожидает мальчик, его выкрадывают из дома, ведут, несут там, в мешке как-то до ближайшей какой-то пещеры, замуровывают пещеру, вот, ну, как, понятно, не совсем, не наглухо, он должен, короче говоря, выбраться из этой пещеры, то есть, это такая, опять же, форма, метафора прохождения по родовым путям, с одной стороны, да, то есть, он должен родиться, идти на свет, с другой стороны, он это должен сделать абсолютно самостоятельно. И, значит, дальше начинается путь от этой пещеры в, как раз, в, вот этот вот материнский рай, прийти и сказать там, что больше я молока из этого дома не беру, больше мяса из этого дома я не беру, но главная моя задача теперь приносить в этот дом молоко, мясо, там, ну, и прочие продукты и так далее. И, значит, вот, Ильяда и многие другие вот культурологи, которые это отслеживают, этнографы, которые это отслеживают, они говорят, что мужчине инкорпорируется в голову мысль, что блажение отдавать, чем брать. И через это происходит инициация мальчика в мужчину, то есть, которую он потом реализует в отношениях между своей женой, детьми, то есть, он будет отдавать и через это получать невероятную радость, счастье, там, и так далее. Современные, как бы, ученые говорят, а как вот, ну, цивилизованные общества проходят эту инициацию мальчики в мужчин, как они вообще происходят у них. Вот я поймался на мысли, что то, что описывает отец Тихон, это как раз вот то, о чем они говорят, что сейчас единственная растянутая во времени форма инициации, это труд. То есть, когда, там, мальчика постепенно приучают к труду, именно труд такой, который в том числе затратный, иногда не всегда, не всегда это приятно делать, пусть, будь то это получение образования, или пусть это будет действительно произведение чего-то, производство чего-то. Но, я к чему это сейчас вспомнил, к тому, что, например, я одновременно прочитал, что происходит с мальчиками, у которых нет отцов. Что вот им очень сложно эту инициацию пройти, именно потому, что они постоянно не доводят дело до конца. Они постоянно переключаются. Я, сначала я это, как бы, просто видел, наблюдал, то есть, условно говоря, списывал на случайность в своем опыте. А сейчас, когда уже тебе 36 лет, и ты иногда, там, периодически, там, кризис среднего возраста, ты оглядываешься назад и задаешь вопрос себе, а что ты доделал до конца, и ты вдруг, ты понимаешь, елки, а я действительно так мало доделал до конца. Аспирантуру закончил, но кандидатскую не защитил, там, книги там какие-то начинаешь читать, и не можешь их, там, дочитать до конца. Я тоже два кандидатских сдал, и все, я сказал, все, я ушел. Ага. Тоже не доделал. Ну, так, если в истории посмотреть, полно всего, тоже не доделал. Ну, и нормально, мне кажется, можно что-то не доделывать. Ну, можно переключаться на... Просто вот отец Николай начал говорить про дисциплину. Мне вот кажется, что это, ну, нечто, перекличка какая-то есть твоего опыта и моего. Я там не доделываю, а у тебя там, скажем, ну, вот тоже такой внутренний... Потому что дисциплина-то определяется именно тем, что ты трудишься, и трудишься, шуршишь, а не откидываешься. Это вот у меня мам, матушка, мама моих детей, мама пяти драконов. Занимается домашним обучением, то есть вот у нас уже третий школьник в этом году. Это огонь. Мне кажется, надо учиться. Вот. Но сейчас, да, не в ту сторону дифирамбы, а я просто к тому, что она придерживается принципа, там, когда-то она его прочитала, женщина, на которую она уже в свою очередь ориентируется, что она своей дочке вот постоянно повторяла, повторяла, шурши, не откидывайся. Откидываться, это в смысле, вот ты там сидишь, там печатаешь, например, какой-то доклад или работу, там, что-то пишешь, и потом в какой-то момент хочется вот так вот откинуться. Вот шурши, не откидывайся, пока не доделаешь, откидываться нельзя. Вот там страницу нужно эту написать, ты ее напиши, криво, косо, как угодно, но ты ее допиши до того, как ты откинешь. Ну, интересно, но это, на самом деле, это тоже не для всех, это людям, которым это подходит. Хотя это соответствует, например, тому, что когда ты бежишь длинные дистанции, не надо останавливаться на дышку. Вот, это тебе потом труднее будет. Ну, то есть, это тоже... Вообще, когда учат изучать собственные душевные процессы, это очень хорошо. То есть, когда задают вопрос, что с тобой происходит, когда ты учишься, как ты себе сам мешаешь, как ты себе помогаешь, что ты у себя замечаешь. Вот, вот этому он. Ну, то есть, отец Николай говорит, вот, ой, я так относился к расписанию, сейчас вот я чувствую, что мне, вот, по поводу дисциплины. Вот, надо, чтобы дети тоже учились этому, чувствовать, чтобы они по поводу, чтобы они могли осознать, что им, например, было бы полезно расписание, ну, допустим, да, и что им бы это расписание помогло. А есть какие-то методики, как к этому осознанию подвести, помимо того, что самому проговаривать о своих каких-то, ну, нет таких методик, это как, то есть, просто задавать вопросы. Замечать, задавать вопросы, обращать на это внимание. Черт. Говоришь, вот, видишь, я сегодня на тебя не ору с утра, почему? Потому что я вчера лег вовремя спать. Вот она. Какая-то личная травма, да? Или там человек, я не знаю, мне кажется, родители так и делают, в принципе, ну, многие так делают, когда ребенок капризничает вечером, да, родители говорят, просто он хочет спать, и не понимает, и вот он там начинает быть... Перевозбудился. неадекватный, вот, и просто там, слушай, ты хочешь спать. Я не хочу... Поэтому с тобой это происходит. Нет, ты хочешь спать. Ну, да, мне кажется, если часто обращайтесь на внимание на волшебный процесс, они и сами начинают... Нужно ждать, чтобы ребенок сам начал говорить, или нужно ему объяснять его? Ну, вот, вот ты, например, говоришь, вот ты спать хочешь, а ребенок на самом деле не спать хочет, он действительно переживает из-за того, что ему не дали дочитать. и не дали дочитать, как-то досмотреть мультик, там еще что-то. Ну, вот Анечке мы спрашиваем, но она как-то сама понимает. Она, например, недавно говорит, чем-то что-то про садик, говорит, мне страшно. И Наташка такая, ну, это матушка, она это, от удивления, говорит, так точно она вообще, я, говорит, не смогла бы сказать. Ну, вот, я понимаю вот то, что она сейчас сказала, я ее очень хорошо понял, как она так сказала, что ей страшно. Не это. А что страшно? А что страшно, она уже не может. Мы там уже начинаем догадываться, что там вот это страшно, вот это страшно. Она по-детски объективирует свой страх, например, она говорит, там чудовище, там какая-то скульптура, ну, игрушка какая-то во дворе там, да, сада. вот это страшно. Вот это страшно. На самом деле, ну, мы предполагаем, там, без нас, вот это, в период адаптации страшновато, когда нет у тебя каждой секунды, чтобы схватить родителей. Я вот хочу еще спросить, я думаю, что это вопрос, который все ждут, от, вернее, ответа на этот вопрос ждут все от священника. «Как вы воспитываете в вере, как вы учите быть христианами своих детей?» Отца Николая. Так, отец Николай. Потому что это, наверное, одна из самых сложных вещей. Я в конце, ну, тоже поделюсь своим представлением об этом. Мне вот просто интересно. Можно сказать, никак. Но это будет, наверное, слишком жестко. Не того ответа хотели бы. от священника. Специально никак. Нет, я не сторонник вообще навязывания. Я просто поясню. Я тут недавно пережил вообще какая-то, я был очень удивлен. Это было, наверное, неделю, там, не знаю, три или четыре назад. Стою я, служу и исповедь совершаю в восемь утра. В Европе подходит Сережа, сын, старшой. Я думаю, неужели отец Николай здесь? Или матушка пришла? А нету ни матушки, ни отца Николая, Сережа сам, ну, просто пользуясь близостью локации, то есть, из-за врага подпольщиков прийти к нам в храм, сам пришел. Я вот, я в этот момент, вот, возвращаясь к теме, что я иногда там завидую, не завидую, но я смотрю и сравниваю, сравниваю с отцами. Я думаю, как он этого добился, что подросток, младший. Но он еще не подросток. Но все равно, ты понимаешь, то есть, это выйти из дома, целенаправленно, то есть, прийти вовремя к восьми утра на исповедь, выйти из дома и пойти на службу. И, что самое интересное, отстоять ее. То есть, не ходить там где-то, бродить на детской площадке в цокольный этаж, спуститься там, играть с другими детьми, а отстоять службу. Вот вопрос, отец Николай, как ты этого добился? Ну, Сережа, он такой, родился в этап литургического горения, наверное, моего. Это заложилось. Дети, я думаю, дети впитывают просто то, считывают то, как ты относишься к этому. Он недавно тоже дома сидим, что ты, мама, ты что, не будешь причащаться в воскресенье? Так я же вот в субботу, там, прежде сейчас. Он такой, ну, я вообще не понимаю, как можно в воскресенье взять и не причаститься, как я пристыдил. Вот, в чем-то он очень впитал вот этот образ. Мы вообще там какой-то этап все вместе ездили на литургию, служил на 113-м, и как-то у него вот это вот отложилось, что для него это важно. И слава Богу, но это была просто практика семейной жизни, сейчас она немножко другая, его там не будет. С другими пацанами по-другому сейчас у тебя? Ну, что да. по-другому, потому что Миша, он еще как-то тоже к этому был приобщен, но уже меньше, а совсем младшие, у них возникают вопросы, зачем вообще в Бога верить, Серафим недавно спросил. Да зачем вообще мы молимся там, зачем? то есть, с ними уже вот эти темы... Надо было крестного лучше выбирать. А, ты мой. Разбираешь эти темы. Я вообще не боюсь на темы, я не считаю, что вопросы там атеизма, они какие-то страшные, и нельзя ребенка к ним подпускать, потому что это часть нашей жизни, ты должен этот атеизм знать, как говорится, изнутри и уметь оттуда вывести в другое какое-то пространство. В общем, такой, у нас разный очень опыт у всех детей. Но ты как-то что-то специально делаешь, так что это может быть незаметно для их глаза, но ты это, условно говоря, делаешь с оговоркой, что я это, условно, что-то закладываю сейчас, чтобы... Нет. Сейчас на данном этапе вообще... Закладки делаешь? Духовные закладки. Был этап, когда мы просто все вместе ездили и молились, прещались. Это был огненный этап. Он просто осознался только потом. Вначале это были просто поездки. Ну как? Где семью? Да, тут надо для телезрителей пояснить, что ты еще до принятия САНа, будучи светским человеком, тебя отец Николай подбирал на автомобиле, вы ехали... Да. Я мерз, потому что всегда проблема с дисциплиной, плюс 20 минут всегда. Вот. 20-25 минут. Минимум. Я ждал, да. Мы ехали в тюрьму сначала, вот, там служили, потом на 113-й километр, заезжая за матушкой и детьми. Вот. И вот эти поездки, во-первых, это дорога, это, ну, какое-то путешествие с разговорами, с обсуждением, там, это вот, там, и, пожалуйста, тебе все, ну, какие-то вопросы веры обсуждались, и музыка слушалась, что только там, вот, дорога с детьми, с горшками, вот это все. И это прямо такой мощный опыт совместный. А куда их еще денешь? Уже не придешь позднее к литургии, уже все вместе пораньше. Вот. Туда приезжали, матушка поет, отец служит, дети туда-сюда ходят, вот, ну, И Сережа уяснил эту... Там видео есть литургии с участием Элтон Джон, где... Кто же там? Литургии? Миша там, наверное. Миша, значит, в очках ходит, в желтых. Отец Николай идет, кадит. Ну, вот. А, это была вечерняя, по-моему, не литургия, это вечерняя была. Вот, значит, открываются цесарские врата, отец начинает ходить, идет, значит, Мишка ходит в очках, в желтых таких вот, вот так вот рассматривает все, и ребенку никто вообще не мешает ходить здесь и просто вот наслаждаться... Атмосферой. Атмосферой, да. Но подошел к какой-то бабушке, еще что. И вот он... Классно же. Ну, у меня все, тогда у нас заканчивается сегодня передача, и я бы тогда своим опытом поделил. Ну, я, в принципе, конечно, со всем тем, что сказано вами, согласен. И, ну, недавно, относительно общаясь с прихожанами, я вдруг транслирую мысль о том, что, в принципе, детьми верующими быть не могут. Ну, в том смысле, что они очень многое просто же делают по подражанию, без наполнения того, которое должно было бы быть. То есть, условно говоря, они будут класть поклон, но ты не думай, что в этот момент там происходит какая-то глобальная практика покаяния, что там они там осознают свою какую-то там греховность или еще что-то. Они бьют поклон, потому что рядом мам с папой бьют поклон. Ну, может, это даже и лучше. Да. Может, нам у них поучиться. Просто бить поклон. Не думать, что это что-то какая-то прям там что-то ты в угоду делаешь. Ну, то есть, там какие-то, может быть, и есть отношения с Богом, но они, я думаю, качественно иные от того, что мы видим. И в данном случае, вот, когда там, например, люди романтизируют, мне кажется, романтизировать не стоит. Но при этом создавать атмосферу дружбы, семейственности на приходе, да, то есть, создавать атмосферу или лучше сказать так, благоприятный образ церкви в сознании, да, то есть, и так далее, и так далее, который потом когда-то распустится, может быть, там в 20, может быть, для кого-то в 30-40 лет, как вариант. Вот, да, то есть, мне кажется, в 7-8, в 12 лет, вот уже, может быть, лет с 15 можно там о чем-то говорить, когда начинается саморефлексия, а до этого момента, мне кажется, вот прям воспитать, то есть, что-то там вложить и сделать верующим, это невозможно. Ну, давайте на этом мы поставим многоточие, и в следующий раз мы поговорим уже о психологии и о том, как отец, как психолог себя реализует. Спасибо на сегодня. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. В следующий понедельник присоединяйтесь к нам. Хранимся к вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова